Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Баладин. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу об огромнейшем штрафе, который наложили на компанию Google. И мало того, я считаю, что не зря в самом ожидаемом обновлении для MIUI и сверхмощном, но при этом недорогом Xiaomi. А досмотрев вот это вот видео до конца, вы еще узнаете о бюджетном Realme с невероятно тоненькими рамками. А также еще и познакомлю вас с Galaxy A54, который, кстати, я хочу сказать, что может стать самым популярным смартфоном от Samsung. Короче, давайте не тратить время не зря, подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя, честно сказать, это уже как-то удивительно. Лайк, вообще. Ну а начнем мы с вами с интересных анонсов, ведь вслед за Realme свой новый бюджетник анонсировала и Oppo. А назвали вот этот вот смартфон Oppo A1 Pro. О, а вот главной его фишкой стал закругленный по бокам экран с очень тоненькими рамками. Притом настолько тонкими, что дисплей занимает 93% всей передней панели. Ну а сам смартфон в толщину всего 7,7 мм. И, кстати, друзья, Oppo поставили OLED-экран с частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 950 нит. Так что панель здесь хорошая, мало того, я бы даже сказал, что дотягивает, ну, где-то до уровня субфлагмана. Я сказал субфлагманов, а не субфлагманов. То, что у тебя был субфлагман, это я помню. Даже помню, как это произошло. Ну а что, кстати, со железа, то работает вот этот вот A1 Pro на Snapdragon 695, который сейчас ставят почти в каждый бюджетник. Все-таки это неплохое решение. И с вот этим вот чипом смартфон должен работать без лагов. И, кстати, даже будет справляться с тяжелыми играми. Да и, кстати, с автономностью все тоже неплохо. Ведь Oppo поставили аккумулятор на 4800 мАч еще и с поддержкой быстрой зарядки в 67 Вт. Да, поэтому соревноваться с старшером, кто больше времени проводит из вас возле розетки, вам не придется. А вот камеры, конечно, могут кого-то и разочаровать. Да, потому что у смартфона только один основной модуль на 108 мегапикселей. Не, ну там, конечно, есть еще датчик глубины, это понятно, но он же не считается. Ну а просят за вот это вот все 254 доллара. Это за версию на 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной. Так что в целом можно сказать, что Oppo A1 Pro это такой довольно серьезный конкурент для глобального Redmi Note 11 Pro. Ну, правда, пока Oppo выпустила вот этот вот свой новый смартфон только в Китае. Потому что у Xiaomi можно, ну, пока пожить спокойно. Пока. А вот компания Google, знаете, вряд ли сможет спокойно пожить, да? Ведь компания мало того, что попала в серьезный скандал, так уже даже по рукам получила. И вот если вы, знаете, если вы сейчас сидите, то вот лучше все-таки, значит, ложитесь. Потому что я сейчас скажу такое, от чего у вас волосы на голове зашевелятся. Компания Google за нами следит. Все. Как говорится, не было никогда такого, и вот опять. И, кстати, не волнуйтесь, вот этот вот сосед в доме напротив, который стоит в окне, в трусах и в майке, это не работник Google, а нет. Это нечто другое. И, может, мы, конечно, с вами уже давно и свыклись с вот этой вот информацией, но вот Генеральная прокуратура США, вы знаете, прямо разозлилась и потащила Google в суд. И, как оказывалось, компания Google обманывала людей, да? Когда говорила, что за ними никто не будет следить, если отключить отслеживание местоположения. То есть, получается, компания всегда знала, где находится там, куда ходят пользователи. Даже если в настройках аккаунта и стояла вот эта галочка «Запрещено отслеживать местоположение». И вот эта вот проблема мало того, что затронула 2 миллиарда пользователей Android устройств, так она еще затронула и несколько сотен миллионов владельцев айфонов. Ну, а так как, правда, уже вылезла наружу, то понятно, что компании Google уже ничего не осталось, как просто взять и согласиться выплатить вот этот штраф в размере 392 миллиона долларов. Знаешь, что мне интересно? Вот что они с этим штрафом сделают? Что я считаю? Я считаю, что надо взять эти деньги и поделить среди всех тех, за кем они следили. Прикольно. Может быть, и нам что-то с тобой перепало. Правильно? К тому же компания Google теперь еще и будет более детально объяснять пользователям, когда и как она собирается собирать вот эту вот вашу личную информацию. Да, так что все. Теперь, если вы там, например, сильно переживали по этому поводу, то теперь можете выдохнуть. Ну, а для фанатов Xiaomi на этой неделе я приготовил две новости. И обе хорошие. Даже не так. Одна хорошая, а вторая просто офигенная. Итак, первая новость заключается в том, что уже совсем вот скоро компания Xiaomi выпустит Redmi K60, который получит крутой дисплей и еще и мощный процессор. И я ведь говорю скоро не просто так. Ведь на днях этот смартфон засветился в базе данных китайского сертификатора 3C. Ну, у них еще вот такой вот логотип. Да, думаю, вы его не раз видели. Так вот, они зарегистрировали смартфон вот с таким вот длинным номером. Вот видите, вот такой вот длинный номер. Так вот, по словам источников, это и есть Redmi K60. Ну, а так как смартфон прошел уже сертификацию, то до его релиза вот уже рукой подать. Это либо конец 2022-го, либо самое начало 2023-го. Также в сеть еще и попали характеристики смартфона. И вот если они реально будут вот такими вот, то, вы знаете, это будет такой серьезный конкурент даже для флагманов самой Xiaomi. И вот, значит, говорится, что K60 получит OLED-дисплей с разрешением 2К, при том передняя панель будет без всяких закруглений, а сканер отпечатка пальца разместят под экраном. Ну, правда, единственное, что источник не сказал, так это то, что будет там с быстрой частотой обновлений. Ну, с экраном быстрым. Ну, думаю, знаете, что сейчас Xiaomi ставит вот эти вот быстрые экраны даже в бюджетнике, поэтому не может так быть, чтобы Redmi K60 и остался без такого дисплея. Ну, а что касается производительности, то этому смартфону приписывают Snapdragon 8 Plus Gen 1, что радует сильней всего, да? Ведь в базовом K50 какой стоит процессор? Dimensity 8100. Ну, и не то, чтобы, конечно, Dimensity сделали прям какой-то плохой процессор, нет. Ну, просто по мощности он уступает даже Snapdragon 888+. Да, поэтому Redmi K60 получится таким очень мощным смартфоном. Ну, а с камерами все уже не так, конечно, хорошо, ну, по крайней мере, на первый взгляд. А все дело в том, что в смартфон поставят Sony IMX686, который используют уже со времен Redmi K30. Поэтому качество фото, скорее всего, останется на уровне прошлогоднего Redmi K50. Ну, хотя, может, благодаря более мощному процессору алгоритмы и смогут подтянуть качество картинки. Ну, не знаю. Ну, и также Redmi K60 еще и должен выйти сразу с предустановленной MIUI 14, которая, кстати, получила одно важное изменение, которое ждут уже давно все любители Xiaomi. Но пока полезный совет. Я прекрасно понимаю, что в душе ты аристократ. И вообще не можешь даже представить, как так утро и без чашечки кофе и сигаретки. Я понимаю. Но могу тебе сказать, если батя занюхает, что ты перед школой пирешь у него сигареты, ой, друг, я тебе не завидую. Так что лучше возьми ты по стариночке, чайок, бутербродик и обзор от Болоди. Все, идеально утро. Да не надо, не благодари. Подписывайся. Итак, продолжим. Так вот, за последние несколько лет Xiaomi неплохо так улучшила MIUI. Операционка стала более красивой, более шустрой. И даже появились какие-то прикольные штуки, вроде того же расширения оперативной памяти. Но все же китайцы таки не смогли, ну или не захотели избавиться от главной проблемы MIUI. А именно, встроенной рекламы. И вот этой встроенной рекламы у Xiaomi было, ну, не знаю, как голубей в парке. Короче, дофига. Не, ну конечно, ее можно, например, отключить, если там все-таки немножко заморочиться. Но я могу сказать, что далеко не у каждого есть время, навыки и еще и хорошая такая стабильная нервная система. Потому многие пользователи и просто мирились с ней. Но все же с выходом MIUI 14 этой проблемы больше не будет. Так вот, по словам источника My Drivers, Xiaomi планирует избавиться от рекламных баннеров в приложениях и всплывающих рекламных уведомлений. Говорится, решили поставить двигатель торговли на ручник. Также еще сообщается, что в MIUI 14 улучшат работу с виджетами, немного изменят дизайн, а также еще сделают саму операционку более стабильной. И в целом, знаете, да, почему нет. Новость довольно-таки прикольная. Но, зная Xiaomi, она что-то меня настораживает. А все дело в том, что Xiaomi продавала свои смартфоны с наценкой в несколько долларов. А вот зарабатывали они именно на встроенной рекламе. Ну, то есть, пока вы пользовались смартфоном и терпели вот эту вот встроенную рекламу, на счет Xiaomi капали денежки. И она, следовательно, дальше могла делать топы за свои деньги. Ну, а так как, получается, рекламы в MIUI больше не будет, то, следовательно, и смартфоны могут подорожать. Ну, ясное дело, что, конечно, не сильно, но вот я думаю, что фанаты вот этот рост стоимости ощутят. Хотя, не знаю, может, у Xiaomi какой-то там другой какой-то гениальный план. Ну, короче, поживем, увидим. А вот Sony тем временем готовит новенькую PlayStation 5, а может, даже и две. Ведь, по словам источника The League, в 2023 году выйдет более компактная версия PlayStation 5, в которой, ко всему, будет меньше жрать электричества, а еще и меньше греться. Да, поэтому все, теперь, если ваша мама будет вам предъявлять за то, что ваша плойка сильно там электричества много есть, то все, теперь дадите инструкцию почитать, и все, она от вас останет. Так вот, по информации издания, компания будет использовать новый техпроцесс, благодаря которому они смогут уменьшить размер компонентов и сделать охлаждение более эффективным. А, еще, также источники из Insider Gaming говорят, что эта приставка будет еще и поддерживать съемные дисководы. Ну, не знаю, видимо, сама приставка будет продаваться без привода, а при желании его можно будет докупить. Ну, а из приятных мелочей, например, приставку можно будет ставить вертикально вообще без всякой там специальной подставки. Ко всему, издание еще отмечает, что с выходом вот этой вот уменьшенной версии, Sony перестанет вообще продавать PS5 в нынешнем дизайне. Но вот, в свою очередь, например, Insider TS2 рассказал, что японцы уже готовятся к выпуску PlayStation 5 Pro. Правда, конечно, каких-то особых деталей там о характеристиках он не раскрыл, но сказал, что вот эти вот новые приставки уже должны были попасть к разработчикам игр. В свою очередь, например, Insider Tom Henderson сказал, что пока не слышал ничего он об этих вот прошках, а если они и выйдут, то не раньше 2024 года. А вот новый бюджетник от Samsung должен выйти вот уже в начале следующего года. Да, и как бы это, кстати, удивительно не звучало, но корейцы, видимо, планируют выпустить такого настоящего убийцу флагманов. Но, как минимум, внешне вот этот вот грядущий Galaxy A54 точно будет похож на флагман. А все дело в том, что Insider One Leaks опубликовал рендеры вот этого вот смартфона на основе утечек. И вот оказалось, что он будет очень похож на будущий Galaxy S23, дизайн которого слили еще когда-то в начале ноября. И вот, судя по вот этим вот изображениям, A54 получит грани с небольшими такими закруглениями, ровную спинку и переднюю панель, а вот блок основных камер отформят как три отдельных объектива. Ну, то есть, в каком-то смысле, Samsung планирует объединить идеи из базового Galaxy S22 и S22 Ultra. Ну, а что, кстати, за характеристик, то смартфону приписывают камеру в 50 мегапикселей. И может, конечно, это и выглядит как упрощение по сравнению с Galaxy A53, но, знаете, не спешите с выводами. Да, все-таки Samsung может спокойно поставить какой-то более, например, крутой новый сенсор или какую-то более качественную оптику, и фотки будут получаться куда лучше. Ну, а что реально настораживает, так это новости о том, что вот этот Galaxy A54 может получить процессор Exynos 7904. И вот проблема в том, что это далеко не новый чип. И его ставили еще в какой-то, в Galaxy M20, который вышел в 2019 году. Не знаю, возможно, инсайдеры просто имеют в виду какую-то вообще новую версию. Так что давайте все-таки не будем критиковать компанию и уже реально посмотрим, что они там придумают. Правда, знаете, я думаю, что многие не будут ждать выхода вот этого вот Galaxy A54 и просто возьмут вот новенький бюджетник от Realme, который выйдет совсем скоро. В общем, недавно компания Realme наконец-то провела свою обещанную презентацию 17 ноября и представила вот этот свой новый Realme 10 Pro. Правда, вот дизайн у него как-то, ну, не совсем-то и новый. И выглядит смартфон как тот же Techno Common 19. Но все же Realme придумала для своего устройства собственные расцветки, так что в магазине вы не перепутайте. К тому же Realme 10 Pro еще и выделяется тонкими рамками вокруг дисплея, всего в 1 мм. Правда, касается это только боковых и верхней рамок. А вот подбородок здесь довольно-таки заметный. Ну вот, выглядит все равно прикольно. А вот сам дисплей уже впечатляет не так сильно, ведь это самая простая LCD-панель с поддержкой частоты обновления в 120 гирс и яркостью всего в 600 нит. Ну а в качестве процессора использовали уже знакомый нам с вами Snapdragon 695. Что мы можем с уверенностью сказать, что в этом смартфоне с производительностью все будет хорошо. Да и с камерой, кстати, тоже не облажались. И поставили основной модуль на 108 мегапикселей. Ну а вот ширика, ну, здесь снова-таки нет. Хотя, знаете, может и хорошо. Зато в кадр ничего личного этого, лишнего. Да и личного тоже не попадет. Ну а просят за все вот этого дела 224 доллара. Это за версию на 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной. И могу сказать, что как по мне, так это отличное предложение по цене и характеристикам. Вот интересно было бы узнать, что вы думаете о новом смартфоне Realme. Купите его или все-таки подождете Galaxy A54? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а также, конечно же, советую вам посмотреть еще и вот эти вот видео. Потому что в них еще больше всего интересного о смартфонах и гаджетах. Ну и, конечно, главное помните. Все самое интересное, правильно, в коробке.